Из листа бумаги можно создать красочный и живой мир. Один и тот же квадратный лист оживает, превращаясь в удивительных птиц, животных цветы. В Молдове, в Национальном музее археологии и истории, состоялся день оригами. Празднование прошло авторской выставкой, танцами, пением и награждением. Оригами – это не только вид японского искусства, но и отличное занятие для развития детей. Через игру развиваем аккуратность, терпение, зрительную память, логическое мышление, расширяем представление ребенка об окружающем мире. Родители согласны, что оригами формирует у детей все самые лучшие качества. Творчество. Во-вторых, дети становятся более позитивные, настроены по-другому, меньше времени уделяют компьютеру, больше общению, потому что оригами – это все-таки дружба. Интересно. Это развивает способности творческие ребенка. Хорошо развивает мелкую моторику, а то, что делают дети руками, еще хорошо сказывается на их воображении, умственных способностях. Оригами развивают, на мой писательский взгляд, доброту, плюс еще теплоту душевную. Они делают сердечки, они делают цветы, и они не хотят их оставлять у себя. Пользу занятий оригами понимают и маленькие дети. Это интересно и увлекательно. Это тебе помогает развиваться. Любимое искусство. Это смысл увлечения. В свободное время можно заниматься. Труд, как работа. Секрет техники оригами прост. Для этого достаточно терпения, любви к своему делу и большое желание. Предпочтение изготовления фигур стиля оригами во многом зависит от внутреннего мира малыша. Журавлей люблю делать, цветы разные за оригами. Машину. Кошек, собак, животных. Я их рисую, а потом я их вырезаю и соединяю вместе. Машину, наверное. Мы любим оригами!